МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей в студии Марии Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем о событиях пятницы, 16 декабря. Смотрите в ближайшие минуты. Калининградские волейболисты отчитались за прошедший спортивный год. За что пришлось извиняться? Как украсить дом к Новому году? Представляют себе, наверное, практически все. Поставить елку, развесить игрушки, мишуру, зажечь гирлянду. Украсть двор по-европейски. Первый городской предлагает участие в акции. В Калининграде появился особняк забытых книг. Репортаж из уникального места. Аномально теплая погода в Европейской России продержится до среды. А на берегах Балтики и того дольше. В эти выходные калининградцев ожидают осадки в виде снега и дождя. А до настоящей зимы еще далеко. Небольшое похолодание на территории России ожидается только к среде. До этого будет ветреная и облачная погода с осадками в виде дождя и снега. Предстоящие субботу и воскресенье они будут и в Калининграде. Ночью возможны заморозки, но днем воздух прогреется до плюсовых температур. Такая погода связана с циклоном, который выходит из Западной Европы на Балтику. И его влияние еще ожидается и 19 декабря ночью. Для Прибалтики зима может наступить и в начале января, и в конце декабря. Поэтому здесь погода у нас определяется как влиянием циклонов Запада. Тогда зимний период задерживается. Так можем мы оказаться и под влиянием отрога сибирского антициклона. Тогда зима наступает раньше. Каких сюрпризов нам ждать новогоднюю ночь, пока неизвестно. Да и с калининградской погодой предсказать их невозможно. Но на ближайшую неделю зима отменяется, если верить прогнозам синоптиков. Калининградцы ходят на волейбол, как в театр. Об этом рассказал тренер калининградской команды «Динамо Янтарь» на встрече с фанатами. Он извинился за последние две игры и сказал, что на результаты влияет даже площадь. Каким образом? Узнаете из следующего сюжета. У нас есть такая каста людей, которые ходят на волейбол, как в театр. Здесь собрались не поклонники театра. Эти болельщики ходят даже на тренировки своей команды, а их неудачи принимают как личное поражение. Кроме болезни, где-то мы видим, что ребятам физически сил не хватает элементарно, где-то психологически неуверенность. У вас есть объяснение к этому вопросу? В восьмом туре чемпионата России «Динамо Янтарь» проиграла оба матча аутсайдера турнира «Новокубышевской нове». С девятого места в турнирной таблице наша команда переместилась на последние. Хочу извиниться за последние две игры и сказать, что команда реально вся переболела. По команде принимали антибиотики, половина, там, три человека с самого состава не ездили на предыдущий тур. Плюс три недели был перерыв между красноясным и тем. Мы в это время должны были там играть с парень партнеров, с парень игр. Мы там где-то по финансам, где-то из-за того, что у нас начинали все болеть, мы игровую практику потеряли. Задача минимума остаться выше Лиги А, о покорении других вершин главный тренер пока не помышляет. Правительство области выделило некоторую сумму, она помогла только остаться в игре. Мостик, не мостик, просто вопрос, как бы нам постоянно говорят, что переговоры со спонсорами ведутся, мы по-прежнему надеемся и все прочее, но на какой стадии сейчас переговоры? Переговоры со спонсорами еще продолжаются. Из-за этой нестабильности главный тренер и не строит радужных планов. Главное, что у команды есть верные болельщики. Болельщикам абсолютно непонятно, как видят игроки, которые играют на площадке, как не видят зал. Какую реакцию они ждут от своих болельщиков, помогает им, допустим, шум на подаче, тишина на подаче или мешает. Шум во время подачи игрокам нисколько не мешает. И бурные эмоции во время матча тоже. По словам игроков, чем громче поддержка, тем больше воли к победе. А без этого не будет хороших результатов в турнирной таблице. Мария Пустникова, Дмитрий Сметанин. Служба новостей. Город. В преддверии Нового года калининградцы решили навести культурные мосты с Литвой. Наши чиновники отправились в Клайпеду, чтобы представить новую программу 3К. Калининград. Клайпеда. Культура. Возглавила делегацию глава городской администрации Светлана Мухомор. Цель встречи – развить связи наших городов в экономической и культурных сферах, а также расширить сотрудничество в рамках соглашения под названием 3К. В эту программу войдут совместные проекты туризма, городского развития, маркетинга города и предпринимательства. Особое место займет сотрудничество литовских и российских малых и средних предприятий. В рамках 3К уже были осуществлены поездки в Клайпеду, трупы другого театра и симфонического оркестра. В ближайших планах – совместная выставка юных литовских художников, а также обмен калининградскими и клайпедскими творческими коллективами. Калининградцы оказались оперативнее городских властей. Уже несколько дней главная елка города стоит в полусобранном состоянии. А вот дома и магазины уже давно засверкали яркими огоньками. На Первом городском стартует новая акция – «Украсть свой двор по-европейски». Подробности у Дениса Саландина. Новый год – это единственный праздник, который отмечают все без исключения. Поиск подарков, детские письма Деду Морозу, споры о том, какую елку ставить – искусственную или натуральную. И украшение своего дома – это то, что объединяет всех людей. Калининградцы с географической точки зрения – самые европизированные из всех россиян. И традицию украшать свой дом в новогодние праздники родители воспитывают с детства. Александр вместе с женой шесть лет прожили в Германии. Вернулись, купили дом и теперь каждый год их окна, балкон и сад переливаются разноцветными огнями. За новогодними гирляндами специально ездили в Берлин. В отличие, я не сказал бы от большинства людей, но от многих людей, мы по строительным магазинам ходим, где всевозможные поделочки, гирлянды, строительные материалы и все остальное. У меня жена очень любит поделки всякие, ну а я специалист по гирляндам. Самодельные игрушки и украшения – изюминка их сада. В ход идет все. Если пофантазировать, то из вполне обычных горшков и фольги можно придумать массу интересного. Но больше всего мне нравится то, что соседи начинают потихонечку-потихонечку как бы перенимать вот эти всех вложительных качествах, порядочек начинают наводить. Каждый год мы украшаем свой дом, двор и офис различными новогодними символами. А теперь, украсив свое жилище, вы можете выиграть приз. Первый городской телеканал и европейский оператор связи «Теледва» дарят всем жителям Калининграда такую возможность. Как украсить дом к Новому году? Представляют себе, наверное, практически все. Поставить елку, развесить игрушки, мишуру, зажечь гирлянду. Но мы хотели бы предложить калининградцам попробовать дополнить это традиционное великолепие чем-то новым, какими-то новыми идеями, чтобы украшение своего дома сделало этот праздник еще более интересным. Не стоит ждать новогоднего настроения. Настала пора его создавать самим. Украсть свое окно, балкон, двор, фасад или витрину магазина. Сфотографируйте свое творение и отправьте его вместе с заявкой к нам на почту. Канал 1 собака, mail.ru. Или звоните по телефону 919404 до 30 декабря и расскажите всему городу о своем новогоднем дворе. Заявки принимаются по следующим номинациям. Лучшее украшение дома, лучшее украшение двора, лучшее украшение фасада, витрины магазина или офиса. Итоги акции будут подведены 10 января в эфире службы новостей «Город». Победитель получит большой приз от Первого городского канала. А европейский оператор мобильной связи «Теледва» разыграет между участниками свой специальный приз. В акции может принять участие каждый. Украсим город вместе. О том, что цветы, которые продают в Калининграде, опасны для здоровья, о шокирующих итогах прошедшей переписи и о том, когда откроются елочные базары, в нашей сегодняшней рубрике короткой строкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 2,5 миллиона человек. Вымерли 8,5 тысяч деревень. Еще 19 тысяч существует лишь на бумаге. А вот жить россияне стали дольше. 9 лет назад средний возраст граждан составлял 37 лет. Сейчас на 2 года дольше. Вместе с тем россияне стали реже вступать в брак. Супружеских пар стало меньше на 1 миллион. Напомню, перепись проходила в октябре 2010 года. Из бюджета на нее ушло 17 миллиардов рублей. К зиме не готовы. О том, что снегоуборочная техника в Калининградской области изношена на 80%, заявил Юрий Казаков. Глава региональной госавтоинспекции также отметил, что песко-соляная смесь для посыпки дорог хранится неправильно под открытым небом, а не под навесами. После дождей она может прийти в негодность и нужно будет закупать новую. Очередную проверку Юрий Казаков назначил на следующую неделю. К Новому году по Калининграду разложат полицейских. Искусственные дорожные неровности установят около детских садов. Всего до 25 декабря специалисты должны завершить монтаж 10 лежачих полицейских. Всего в 2011 году на установку средств принудительного снижения скорости ушло 2,5 миллиона рублей. Елки в городе. На площади около Дома Советов организует традиционный елочный базар. С 19 декабря он будет работать каждый день. Адреса других мест продажи елок и бремя их работы можно узнать на сайте Первого городского канала. Отметим, что приобрести на таких ярмарках генгарские огни, хлопушки и петарды не удастся. По закону их уличная продажа запрещена. Курс валют на 17-18 декабря. Доллар США 31,77 рубля, евро 41,39 рубля, литовский рит 11,98 рубля, польский злотый 9,14 рубля. Смотрите во второй части нашего выпуска. Вроде может быть неинтересно. Столько книг, столько возможностей. В Калининграде появился особняк забытых книг. Репортаж из уникального места. Чем заняться в выходные? Обзор событий, предстоящих в субботу и воскресенье. Джинсы будут 100% клеши, скорее всего. Калининградцы размышляют о моде будущего. 62 года назад Кристиан Диор открыл первый модный дом в Париже. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. В Калининграде появился особняк забытых книг. Туда калининградцы приносят любые издания, которые пылятся у них дома. Сколько сегодня книг хранится в этом необычном особняке на улице 812 года, не знают даже его работники. Литературу они принимают бесплатно, угощают горячим чаем и устраивают театрализованные представления. Подробности в нашем следующем сюжете. Анастасия называет себя буквоедом. По словам девушки, она буквально глотает литературу стопками. Настя не представляет свою жизнь без книг, журналов и газет. Я разбираю книжки понемногу, потому что периодически люди залазят так же, как и я, на эту лестницу. Но у меня здесь небольшой беспорядок, чтобы им было удобно в следующий раз смотреть. Я пытаюсь хоть как-то это приврать. Не скучно? А, нет, здесь всегда очень интересно, потому что люди, во-первых, приходят сюда разные, тем более книги. Такая бездомная просто. Пропасть, хотела сказать. Пока таких активистов немного. Все дело в стереотипах. Большинство калининградцев, услышав о книжном доме, представляют себе скучный читальный зал с бесконечными стеллажами, где коротают дни профессора и ботаники. Это неправда. В книжном доме можно не только обсудить литературу, но и научиться вырезать снежинки, лепить из глины, вязать и даже декламировать стихи. Я сажусь за столик, ко мне подходят официанты, я отменю, все разворачиваю, и я опять одна. Мало того, у них еще стены у всех пустые, даже некуда посмотреть. Либо там молодые, которые там, ну не важно, то есть мне некомфортно, а я хочу вот где-нибудь тихо, вот в хорошем месте. Вот, пожалуйста, пусть люди знают, что сюда можно так прийти. Можно просто прийти, посидеть, попить чаю, всегда найдется с кем поговорить. Не хочется, не надо говорить, можно сесть в угол там куда-нибудь, просто полистать журналы. То есть этот дом открыт для всех. Именно поэтому особняка назвали «Домом для людей книг». Здесь нальют чай всем желающим полистать литературу. Может быть неинтересно, столько книг, столько возможностей. Никаких возможностей. Возможностей? Да. Ну, лично для меня, для обучения здесь. У меня есть математический раздел, где я нашел довольно интересные книги, которых у нас в университете нет. Искусство, это вообще можно на неделю в нем увязнуть. Чтобы не увязнуть на неделю, книгу можно приобрести. Цены здесь не фиксированы. Можно заплатить 100 рублей, а можно 5000. Все зависит от возможности и желания гостя. У нас были несколько раз случаи, когда мы ввели уже вот эту систему, что стали свободные цены, и мы бесплатно берем книжки. Мне по телефону несколько раз так отвечали, и в лицо мне так говорили. Ага, значит, я вам подарю, а вы тут вроде как будете наживаться. Значит, хочется, чтобы люди услышали, что это не место наживы кого-то, а именно место такой маленький-маленький очажок культуры. Здесь научат читать малышей, посоветуют хорошую советскую литературу подростку, обсудят модные новинки с молодежью и поговорят по душам с людьми старшего поколения. Особняк забытых книг открыт для всех и каждого. Татьяна Ожегова, Дмитрий Сметанин, Служба новостей, Город. Окунуться в чтение, полюбоваться на пороки калининградцев или облачиться в латы. Чем заняться в эти выходные? Татьяна Караханова изучала афишу событий субботы и воскресенья. Для тех, кто готовит свои дома и офисы ко встрече новогодних праздников, но при этом ценит уникальность каждого украшения, смело идите в историко-художественный музей. Там состоятся рождественские встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства. В субботу там можно будет не только узнать секреты рукоделия наших мастеров, но и приобрести необычные подарки к Новому году. Роспись по ткани, вышивка, шитье, пэтчворк, валяние, вальдорфская кукла, вязание. Начало мастер-класса в 14.00. Для тех, кому новогоднее настроение создает музыка и танцы, там же состоится праздник «Пришла калида». Рождественские посиделки в музее с фольклорным ансамблем «Толица» никого не оставят равнодушными. В программе святочные калятки, игры, веселые конкурсы для детей и родителей. В Калининграде закончилась охота на пороки. Несколько месяцев фотографы и художники фиксировали недостатки, тайные желания и отрицательные моральные качества местных жителей. Свои работы фотографы решили выставить в подземном переходе у эстакадного моста. Откроется выставка в субботу, 17 декабря. Взглянуть на чужие пороки, а может и на свои собственные, можно с 12 до 17 часов. Субботний вечер стоит закончить на позитивной ноте. В 19.00 в Доме искусств пройдет финал Лиги КВН «Золотой осьминог». В финале сыграют три команды – «Легион смеха», сборная Светлогорская и Гуревска, а также команды из технического университета. Игра обещает быть интересной, все ребята в хорошей форме. Воскресенье стоит провести активно. На территории Пятого форта состоится спортивный праздник. Его проведут в честь памяти погибших бойцов специального назначения. Участвовать могут как ученики школ, члены военно-патриотических клубов, студенты, а также курсанты военных институтов. В программе «Кросс» с тактическими элементами на встречу придут ветераны. Они расскажут о подвигах современных героев. Удачных вам выходных! Ровно 65 лет назад Кристиан Диор открыл в Париже первый модный дом. Его коллекция блистала пышными платьями, затянутой талией и высокими бюстами. В то время образ прекрасной дамы от Диора кардинально отличался от моды военных лет. Спустя несколько лет Диор разработал линию парфюма, а также производство трикотажных изделий по всему миру. Мы рассказали об этом калининградцам и попросили поделиться их впечатлениями о тенденциях моды в следующем году. Придет старая мода, как всегда. Будем одеваться, как и раньше. Сейчас же одеваемся, как 20-30 лет назад одевались, так и через 20 лет. Больше компьютерного, что-то, мне кажется. Да, стало бы более инновационно, технологично. Уже в одежду что-то тоже технологии стали бы себе одеть. Мне бы хотелось платье с цветочками. Это мода, которая сейчас мне очень нравится. Легкие, свободные джинсы, можно на работу одеваться, как тебе удобно. Все-таки классика всегда будет в моде. Для женщин, мне кажется, черное платье Куку Шанель – это будет бесспорный вариант на все праздники и на работу, если чуть-чуть приукрасить чем-нибудь. Открытые, легкие. По поводу верхней одежды, джинсы будут 100%, клеша, скорее всего. Все-таки вернется высокий каблук, опять же-таки, толстого варианта. Я думаю, что мы будем выглядеть все точно так же, как и сейчас. Будут в моде натуральные меха, кожа, натуральные ткани. Ничего космического не будет. И я думаю, что калининградки, как и всегда, останутся самыми красивыми в России. Я думаю, что вряд ли будет что-то в космическом стиле. Просто все так же останется, может быть, только изменятся материалы. На этом все. Если вам есть что рассказать городу, звоните к нам в студию по телефону 91-94-04. Напомню, что все наши новости дублируются на обновленном сайте. Одингородской.ру В студии была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова